И один из снарядов попал в топливный балл самоходки, и она загорелась. И тогда самым последним решением Санчирова было это завести самоходку и направить прямо на вражеские танки, естественно, со словами «Вперед за Родину». О подвиге героя Советского Союза Фёдора Васильевича Санчирова в 13-й школе знает каждый ученик. В 2000 году образовательному учреждению было присвоено его имя. Школьный музей воинской славы всегда многолюдно. Макеты танков, генеральская форма и даже самая настоящая пушка. Ребята учат историю не только по страницам учебников. Чем интереснее и доступнее такой живой школьный музей, тем больше желания подростков разобраться в истинных фактах героической истории своей страны. Городская дума, Департамент образования и Общественный совет при Гордуме подписали соглашение о сотрудничестве в проведении городского смотра конкурса школьных музеев, посвященного 70-летию Великой Победы. Что такое смотр, что такое конкурс? Это повод для каждого образовательного учреждения работу обновить, найти новые интересные формы. Мы наблюдаем и видим достаточно активный такой всплеск национального самосознания и внутреннего стремления подростков в том числе как можно больше узнать о своей истории. Такие смотры и развитие школьных музеев воинской славы как никогда актуальны в условиях, когда на мировом уровне история искажается, а факты передергиваются и перевираются. И конечно объектом главным является вот этих идеологических устремлений – это наша молодежь, которая сейчас, к сожалению, меньше читает книг в силу определенных причин, больше находится в сети и так далее. Поэтому, конечно, мы должны задействовать максимально все формы и методы работы, которые позволят не оболгать нашу историю. Это возмущает то, что происходит сейчас, обесценивание нашей истории. И я очень болезненно. Лично я отношусь к тому, что происходит, потому что у меня вся семья воевала. Сейчас в 81-й Самарской школе есть полноценные музеи. В остальных – либо комнаты, либо уголки воинской славы. В юбилейный год победы при школах появится еще порядка 30 музеев. Субтитры создавал DimaTorzok